Как сделать фотосессию в стиле олд-мани, будем разбираться прямо сейчас. Для этого в нашей студии уже появилась Татьяна Хасанович, фотограф и эксперт нашей программы. Доброе утро! Доброе утро, Татьяна! Мы уже сегодня ранее с дизайнером и экспертным тоже разобирались, что такое стиль олд-мани. Мы поняли, что это такое дорого-богато. Да, это так. Что в фотографиях это означает? Давайте начнем с того, где делать вот это дорого-богато, чтобы оно красиво смотрелось. Ну давайте... Во дворце, честно. Вот давайте так. Олд-мани, что под себя подразумевает фотосессия в данном стиле? Возникл этот образ буквально в прошлом году и вот сейчас он набирает те самые обороты. И подразумевает под собой эта фотосессия, когда действительно не только человек дорого-богато одет и продуманно одет, но и находится в каких-то локациях. Хотя это такие тонкости... Я скажу вам так, что это один из самых сложных стилей съемки, потому что здесь мало что зависит непосредственно от фотографа. Здесь в первую очередь будет все зависеть от клиента, как он выглядит и как он себя ведет. Недостаточно будет одеться, скажем, в бежевые тона, в натуральные ткани. Важна манера, взгляд, хорошая осанка, жестикуляция, улыбка. Это все будет считываться. В чем смысл олд-мани? Это некая такая европейская аристократичность, что ли, и она должна считываться абсолютно во всем образе. Поэтому в силу того, что нам, по крайней мере, у нас здесь в Сибири, все это дело не присуще, скажем так, это чуждо, то выходит некая легкая пародия на все это дело. То есть если меня, да, нарядить в олд-мани, а при этом я буду кривляться, как обычно, вот это все, то это мне никак. Нам это не присуще, именно по этой причине есть такие смежные стили фотографии, которые называются вне времени, либо тихая роскошь по-другому. Это когда ты хорошо одет, но ты позволяешь себе вот эти повадки, которые имеют место быть, и это все остается. Поэтому олд-мани это такой достаточно сложный стиль, и вот сделать его исключительно крайне тяжело и, ну, может быть, даже маловероятно. Локации мы видим сейчас на нашем экране. Гольф-поле? Это гольф-поле, да. На самом деле локации, как вы поняли, это наши красноярские здесь подобраны, но локации для данной съемки могут быть абсолютно любые. Это могут быть кафе, рестораны, улица, скверы, библиотеки и тому подобное. Но опять же вернемся к тому, так как это нам не присущ такой стиль, то чтобы хотя бы чуть-чуть ближе туда подобраться, то достаточно желательно находиться в дорогих местах, скажем, это места с высокими колоннами. Это какие-то, речной вокзал, высокие потолки, роскошные колонны, вот это все. Пожалуйста, гольф-клубы. Чья-то яхта. Да, яхта-клубы. При этом это могут быть теннисные корты, ради бога, либо какие-то действительно дорогие библиотеки, ну, с роскошным монтуражем. Вот это чуть ближе подведет нас к данному стилю съемки. Татьяна, секунду, а почему вообще этот стиль, вот, олд-мани или даже тихая роскошь, если они нам не присущи, они почему-то такие популярные? Я думаю, что это связано в большей степени с настроением общества. Кто у нас первый реагирует на настроение в обществе? Это вот те самые дизайнеры одежды. Они же считывают наше настроение и начинают предлагать ту форму одежды, которая как будто бы будет уместна в наше время. И именно сейчас современные дома моды предлагают, что вот те самые лаконичные крои, да, вот более спокойные цвета в одежде, вот качественные ткани, вот они вводят это в общество, а мы просто это к фотографу, ну, вынуждены это тоже на себя перенимать и предлагать то, что хочет само общество. Что касаемо одежды, это должен подбирать тоже на фотосессию дизайнер или фотограф в этом смысле? Я думаю, что фотографу здесь будет гораздо сложнее разобраться, все-таки должен поработать стилист, потому что любой, даже маленький аксессуар может выдать вот тот самый, что вы не находитесь в этом стиле. Это вот может оказаться цепочка на шее, крестик на шее, какое-то неуместное колечко и тому подобное. Это очень сложный стиль, поэтому лучше здесь работать, конечно, со стилистом. Ну вот я пытаюсь сейчас вот в данной фотосессии представить себя или Сашу. Я тоже, на самом деле, на всех фотографиях смеюсь, притом, вот знаете, вот это вот наигранно, да? Почему? У меня половина фотографий вот такие, а половина вот такие. У меня тоже. И вопрос. В стиле олдмани, ну посмотрите, девушки, они с такими вот лицами вот такими. Я еду на коне, я его выседла. Вот аристократичность налицо, но обратите внимание, все эти снимки делаются непринужден, как будто бы в движении. И что-то происходит на фотографиях, никто не позирует и никто действительно не смеется. Не принято было у аристократии выдавать свои эмоции во все увидения. Поэтому если это смех, то это прикрытые губы и тому подобное, да? Это непосредственно включенность в процесс и не обращение внимания на того, кто находится рядом. Ну да, да, то есть как будто бы ты одели. Да, да, да. Это папарацци. А если это вот мы видели до этого был слайд, что там около двери, допустим, мы нашли такую в Красноярске, как это сделать движение? Это вот то движение, которое как-то ты там вот делаешь с жестом? Обычному человеку это будет сделать сложно. Вот, вот, это уже практически невозможно. Но это должно быть, это должно идти изнутри, то есть это вот та самая осанка, грудь, плечи расслабленные, приподнятый подбородок, и тогда у вас все хорошо получится. Любое движение. Помните, мы каждый раз с вами говорим, что в принципе на любой фотосессии нужно что-то делать. И когда ты это делаешь, ну, делать в данном случае нужно это очень красиво, грациозно, спокойно и тому подобное. Поэтому, в принципе, о чем мы и говорим, достаточно сложный стиль съемки, прям крайне тяжело. Я обожаю на фотографиях зернистость, и я смотрю, что вот здесь крайне любят тоже в обработке именно... Вообще, в стиле обработки данных снимков действительно это зернистость и это приглушенные тона, нету кричащих цветов и тому подобное. Есть слайд, где подобрано, по-моему, пять программ, посредством которых можно сделать вот что-то подобие вот той самой old money съемки. Но фотографы знают, что это действительно нету ярких цветов, это нету вспышки в лоб и тому подобное. Это все очень-очень приглушенно, очень-очень тихо вот в стиле вот тех самых старых-старых лет. И такое ретро, да, тоже добавляется. Дота под ретро, все верно. Если все-таки вот очень хочется, а ты все еще с клоунским лицом, вы бы вот, например, брались за такие съемки или бы человеку предложили какой-то другой вариант? Вот как раз-таки тот самый другой вариант, который вот тихая роскошь. Да. С ним будет попроще поработать и будет более естественно, потому что вся наша неискренность, она очень легко считывается с любого снимка. Для того, чтобы все-таки фотография получилась такая, на которую хочется смотреть, она должна быть близка, действия на ней должны быть близки, образ должен быть близок. Поэтому вот тихая роскошь, пускай лучше туда и пусть будет поспокойнее. И причем тихую роскошь, ее можно сделать, не обязательно искать вот эти роскошные места. Это могут быть улицы города, это может быть самые-самые обычные места, даже ступеньки буквально в вашу студию. Можно сделать очень красиво. Интересно, попробуем после эфира. Да, тихая роскошь, доступна всем, тут главное настроиться. Если у вас получится, во всяком случае, благодарим еще раз. Татьяна Хасановича подсказала, как всегда, как красиво сделать эту осень еще красивее.